В этом классе собрались студенты. Будущие философы. Ты не отличаешься пунктуальности. Лучше прийти на три часа раньше, чем на минуту позже. Я предлагаю провести философский эксперимент на последнем занятии. Представьте глобальную катастрофу. Мы спрячемся в этом укрепленном бункере. Нам придется целый год провести в бункере, в котором топлива и припасов хватит лишь на этот срок. Но вот в чем проблема. Нас 21 человек, а бункер рассчитан лишь на десятерых. Вы должны решить, кто из вас достоин тратить эти ограниченные ресурсы. Все начиналось как эксперимент. Вы должны выбрать совершенно произвольно свое призвание. В этом ящике название профессии. Ваши коллеги примут решение, нужны ли вы будете в бункере. Я фермер. Инженер-строитель. Я музыкант. Хирург-картопед. Солдат. Я поэт. Нужно решить, кто заслуживает того, чтобы попасть в бункер. Ваш единственный инструмент – логика. Это гуманнее, чем ждать, когда радиационное облако сдерет с него кору. Но однажды это случилось. Я не хочу, чтобы он был с нами в бункере. Лучше прийти на три часа раньше, чем на минуту позже. Они больше никогда не будут прежними. А кто вы в этом эксперименте? Я Джокер. Только я знаю код выхода. Я беспокоюсь о следующем поколении. О следующем поколении? Я предлагаю другой способ. Я решу, кому уйти, а кому остаться. Петра, это безумие. Я считаю, что во время апокалипсиса мы все имеем право на жизнь. Ладно, выходите. Убирайтесь оттуда. Убирайтесь. Ты не сможешь в меня выстрелить. Ты пацифист. Я сделаю исключение. Жизнь или смерть? Мы жили недолго, но это не важно. Любовь или ненависть? А когда пришло время умирать, мы не стали оттягивать смерть. Мы ее призвали. Выжить или погибнуть? Это уже не философия. Я не хочу, чтобы из-за тебя мы вымерли. Если не нравится, пристрели меня. Знаешь, что по-гречески означает апокалипсис? Это открытие того, что раньше было неизвестно. Того, что было во тьме. Философы.